Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну ладно, значит, так, а это кстати старая, это кстати старая лекция, это тоже старая лекция. Так вот, возвращаемся к нашему разговору. Ну как сказать, частично устаревшая, потому что, например, за то время, пока, значит, я тут рассказываю про питончик, содержимое википедии посвящено объектно-ориентированному программированию слегка улучшилось. То есть оно улучшилось драматически в прошлом году, еще в позапрошлом это была «Жуть с ружьем», написанная человеком, которого, видимо, навсегда прищемил C++ в качестве объектно-ориентированного языка. Ну и, соответственно, вот под этим углом зрения большая часть статей, посвященных объектно-ориентированному программированию, была написана. Вот, сейчас потихонечку переписывает человек с, так сказать, философским уклоном. Почитайте обязательно статью «Объектно-ориентированное программирование» в Википедии, не прямо сейчас, но, значит, после нашей лекции, потому что она забавная, она заставляет поскрепить мозгами, ибо, с точки зрения автора этой статьи, в чем, в общем, он прав, просто надо мозгами поскрепить. С точки зрения автора этой статьи, все объектно-ориентированное программирование – это про управление, про управление кусками программы и данными, потоками данных. Вот. Я не готов эту концепцию прямо сейчас развивать, вот, у нас тема все-таки Python, вот, но, Что я хочу сказать, так сказать, относительно моего собственного мнения и понимания объектно-ориентированного программирования? Начнем с того, что никакого специфического объектно-ориентированного программирования, как такового, нет. Есть поддержка в языке программирования объектного планирования больших и сверхбольших систем. Объектное планирование это такая дисциплина разработки, разработанная известными людьми, бандой четырех, включающая в себя довольно большой объем всевозможных техник. Когда за дело взялись менее практичные, более теоретичные люди, которые стали приводить самый объектно-ориентированный подход к какой-то теории, они выделили три основных элемента объектного подхода. Но суть от этого не меняется. Это подход к проектированию и разработке программных систем. Это никакой не специальный способ программирования новый. В строгом смысле этого слова это не другая парадигма программирования, потому что объектный подход возможен при любой парадигме. Это способ разработки, который в первую очередь применяется, когда системы большие и сверхбольшие, где вот эти три главных принципа управления данными проявляют свою эффективность данными и вообще всем. То есть это не парадигма, это не привилегия языка программирования. Можно написать объектную программу на Си. Мы знаем даже целый рабочий стол Гном, который написан на Си в объектной парадигме и целую библиотеку Глиб, которая посвящена ровно этому. То есть это вполне может быть свойство библиотеки какой-нибудь под ваш язык. Главное свойство объектной ориентированности в языке это поддержка соответствующих приемов проектирования и последующего за ним программирования прямо в синтаксе языка. Вот если в синтаксе языка есть поддержка инкапсуляции, наследований, полиморфизм, то мы тогда считаем, что этот язык объектно ориентированный. Именно поэтому он не объектный, а объектно ориентированный, ориентированный на объект. Ну все, я, кажется, достаточно много сказал, чтобы свою позицию выразить. Так вот, вот вам список из трех составляющих объектно-ориентированного программирования согласно Википедии. Первая из трех, вторая из трех, третья из трех, ну и четвертая из трех. Значит, в действительности классический подход говорит нам о трех составляющих, которые здесь пронумерованы натуральными числями. Вот, а именно инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Но, к сожалению, а может не к сожалению, за последнее время подход к пониманию программирования как такового настолько приземлился, то есть настолько программирование стало прям технологией технологий, что некоторым людям, почти всем, приходится еще напоминать, что вся вот эта вот технология выстраивания иерархического пространства имен со всякими плюшками возможно только после того, как вы включите в своем мозгу способность к абстракции, которая развивается примерно в старших классах средней школы, для того, чтобы не пытаться вашим кодом охватить, особенно это важно при больших проектах, охватить каждым кусочком кода каждое отдельное свойство того, что вы моделируете. То есть понятие абстракции означает буквально следующее. У вас есть некоторое общее и некоторое частное. И совершенно очевидно, что частного может быть очень много, а общее для всего этого частного одно. И если вы при проектировании вашего проекта, прошу прощения за эту автологию, умудритесь реализовать какие-то его свойства на уровне общего, тогда эти свойства автоматически будут реализованы на уровне частного. Вот. Такой классический пример абстракции – это, например, когда вы описываете класс, а потом порождаете экземпляры класса. Значит, класс – это некая абстракция, с помощью которой можно порождать много конкретных объектов разных, которые будут обладать одинаковыми свойствами. Вы в какой-то момент, как полагается технология разработки объектного ориентирования, абстрагировались от конкретной ситуации, составили список объектов, сделали генерализацию, сделали генерализацию свойств, и на основании вот этих генерализованных свойств внезапно составили понятие класс объекта, из которого можно понаделать много разных объектов. Вот вам, пожалуйста, абстракция. Примерно такая же фигня, когда вы планируете иерархию классов. Значит, одно из важных свойств объектно-ориентированного подхода состоит в том, чтобы сделать не одну базовую сущность, из которой вы будете изготавливать конкретные сущности, а задействовать механизм наследования и придумать какой-то очень-очень суперобщий класс с небольшим количеством свойств, потом его подклассы, которые наследуют эти свойства у большого общего класса, но добавляют туда каждый свой набор свойств, ну и такую вот иерархию, пирамидку построится. Вот такая конкретизация абстрактного базового класса тоже является подходом абстракции. В питоне есть еще мета-классы. Ну, как мы с вами сегодня увидим, класс в питоне это просто конструктор объектов, то есть такая штука, которая изготавливает объекты. Вот и все. Это есть объект питона. Для того, чтобы изготовить объект данного типа, существует класс, он изготавливает объекты данного типа. А мета-класс это штука, которая изготавливает классы. Вот и все. Наверное, можно было бы придумать мета-мета-классы, но лучше не надо Вот еще один пример такой вертикальной абстракции Однако, не следует забывать, что когда мы говорим про абстракцию Мы говорим не только про вот такого рода абстракцию в языке Но еще и про абстракцию, самую что-то есть бытовую, горизонтальную Когда мы берем и с помощью одного и того же элемента данных моделируем совершенно разные объекты Ну допустим, не знаю, с помощью массива моделируем какие-то карточки, какие-то последовательности, какую-то матрицу, что угодно С помощью словаря вообще все что угодно можно смоделировать в питоне То есть это бытовое понятие абстрагирования, бытовое понятие абстракции, которое очень важно на самом деле в этом пункте 0 объектного подхода Вы сначала делаете модель вашей предметной области, точнее объектной области, предметной области исследования Объектная область это область, которую вы моделируете Сначала делаете модель объектов вашей области, а потом эту модель реализуется на языке программирования При этом когда вы моделируете, вы как раз руководствуетесь принципом абстракции, вот этой вот горизонтальной Вы выбрасываете те свойства объектов, которые вам не нужны Оставляете только те свойства объектов, которые вам нужны и выражаете эти свойства в подходящих конструкциях языка программирования. Именно по этой причине, что это достаточно естественный ход человеческой мысли, зрелый, абстракция не является частью объектно-ориентированного подхода. Просто мы понимаем, что без абстракции все остальное не имеет никакого смысла. Значит, дальше, собственно, что такое инкапсуляция? Вот еще два года назад можно было в Википедии прочесть, что инкапсуляция это сокрытие структуры объекта от его пользователя. Это неправда. То есть не так. Есть два термина инкапсуляции. Один из них действительно означает сокрытие, но нас он не интересует вообще. Да-да-да-да, спасибо, Илья, именно это. Значит, нас не интересует понимание инкапсуляции в терминах «сокрытие чего-то от кого-то». Скрывать или не скрывать структуру объекта – это решение программиста. Мы, кстати, увидим, что в питоне с этим очень плохо все. Никто ничего не скрывает. Или очень хорошо, наоборот. Потому что если вы не хотите туда залезать, ну, короче, от вас ничего не скрывают, но вас никто не заставляет туда лезть. Вот в чужое пространство. С точки зрения википедийного нынешнего автора статьи в Википедии, инкапсуляция – это инструмент управления, который позволяет разделить те действия по управлению, которые нужны на данном уровне абстракции, и те действия, которые нужны на более низком уровне абстракции, чтобы не выполнять действия, которые снаружи, в то время, когда они могут быть выполнены внутри. С точки зрения типичных языков программирования, я сделаю чуть более жесткое определение, чем оно есть. Инкапсуляция – это минимализация необходимого информационного пространства внутри того контекста, в котором вы что-то делаете. Определение довольно общее. В обычных языках программирования это выражается в том, что у вас все пространство имен, например, имен объектов, из линейного превращается в дерево. Вот у вас есть глобалс, у этих глобалс внутри есть свое собственное пространство имен, у каждого объекта внутри есть свое собственное пространство имен, и вот так вот эти объекты, эти пространства имен превращаются в дерево. Инкапсуляция, говоря очень-очень грубо, это когда мы к какому-то имени обращаемся через объект точка имя. Все. Это очень-очень грубое определение, но если его развернуть в негрубое, то получится, что это организация пространства имен таким образом, чтобы соответствующие имена А не были все доступны одновременно в одном и том же списке. Б. Имели отношение... Как это? Сейчас я вспомню слово. Вот. Аллигирование. Вот. Вспомнил. Значит, как вспомнил? Нашел. Слово аллигирование. Аллигирование значит отсылка. Вот. То есть инкапсуляция это такой способ организации пространства имен объектов, в которых присутствует еще и отсылка к более высокому уровню объекту, который инкапсулирует в себя более низкоуровневый. Да? Мы сегодня с этим аллигированием встретимся прямо напрямую. Вот. Опять же говоря, грубо это означает, что когда вы обрабатываете поле некоторого объекта, этот обработчик, поле объекта, может что-то знать про этот объект тоже. Вот. В питоне это все абсолютно явно развернуто. Короче. В нашем понимании инкапсуляция это, говоря полугрубо, древовидная иерархия пространства имен. Когда? Вот. Наследование. Это довольно простая штука. В случае объектной ориентированности это возможность описать общее в одном классе, а различие в разных классах. И не писать ничего кроме различия в этих разных классах со словами «мы унаследуем все от базового класса все свойства». Способов наследования тоже может быть много. Много, допустим, есть прототипы в джаваскрипте, например, и в таких вот языках, еще всякие. Но в питоне, опять же, наследование очень классическое, мы о нем поговорим не сегодня. Полиморфизм. Я не проверял. В прошлом году эту статью на Википедии читать было нельзя. В этом году, может быть, уже можно, а может быть, опять нельзя. Суть в том, что понятие полиморфизма, так же, как понятие инкапсуляции, бывает два вида. Первый вид полиморфизм – это такой строго C++ термин, ну как условно C++, C++ в кавычках, который говорит о том, что у нас есть статическая классовая модель, и в этой статической классовой модели делаются некоторые послабления относительно того, в каких случаях экземпляр одного класса можно внезапно принять за экземпляр другого класса. Ну, например, когда он наследуется, и соответствующий метод применяется из вот этой цепочки наследования. Вот. И это очень узкое определение полиморфизма, соответствующее языкам со статической типизацией. В питоне, как известно, типизация динамическая. Строгая, но динамическая. Вот. Поэтому, мало того, она настолько динамическая, что в питоне идеологически используется типизация под названием утильная типизация, она же DuckTyping. Означает это, что мы можем в рандайме применять любую операцию к любому объекту, и успешность применения операции к объекту будет зависеть от того, реализован ли соответствующий метод в нашем объекте или нет. Вот. То есть, на уровне синтаксического анализа любое применение любой операции к любому объекту будет допустимо, а на уровне рандайма это все будет приводить к ошибке, если на самом деле объект этого не умеет. То есть, если объект крякает как утка и плавает как утка, то он утка, вне зависимости от того, что он еще умеет делать. Кстати сказать, это некоторым образом нас возвращает назад, это еще такой способ абстракции, что мы выбрасываем понятие там стреляет, взрывается, дымит. Вот, говорим, крякает и плавает. Все, крякает и плавает, значит утка. Так вот, полиморфизм как возможность одного и того же кода обрабатывать объекты разных типов в питоне тупо обеспечивается DuckTyping. Вы можете что угодно, кому угодно передать, да, и если этот алгоритм сработает, то он сработает. Помните нашу операцию A умножить на 2 плюс B, да, которая работает и для строк, и вообще для любых последовательностей, и для чисел. Ну вот оно же. Так, значит дальше я проматываю довольно большой кусок статьи про классы, которую рекомендую вам изучить самостоятельно. Ну просто она большая, вот, и я не уверен, что мы успеем про все это поговорить. Нету в C++ динамической типизации. Вся типизация в C++ происходит на уровне компилятора, то есть статически. Все проявления динамической типизации в C не явны преобразованием типов, например, да. Это все ересь или по крайней мере штука, которая очень сильно... А, нет, вру. Преобразование типов по умолчанию в C это ересь. Потому что она наследуется от C, и от этого надо бы избавиться, иначе просто код писать трудно. А вот неявное преобразование типов, которое делается путем анализа всех возможных конструкторов возможных типов C++. Это, конечно, штука очень удобная, но надо уметь так думать. Но вся типизация статическая. Это не про виды объектов, это именно про способ определения типа. В Python вся типизация динамическая в том смысле, что в вашем проекте, в вашем алгоритме могут встречаться любые объекты, и их, так сказать, применимость операции к ним зависит только от доктайпинга. Значит, я промотал вот эту самую статью, но на самом деле я ее вам по-быстрому перескажу, вот что успею. Просто, возможно, не так подробно, потому что мы все здесь присутствующие. Я надеюсь, вообще-то, что такое классы, экземпляры класса знаем. Поэтому я сосредоточен на особенности Python. Значит, особенность Python состоит в следующем. Класс, в первую очередь, кстати, я не написал это. Это надо написать, потому что это главное, одно из главных назначений класса в Python. Довольно неожиданное. Класс это пространство имен, в первую очередь. Вот, в этом смысле класс реализует как раз, четко реализует концепцию инкапсуляции, потому что он является пространственным именом. То есть мы пишем что-то типа класс С. Дальше не пишем ничего. И получаем некоторый класс. Что в нем есть? Ничего в нем нету, почти ничего в нем нету, за исключением некоторых спецметодов, которые уже неизвестно откуда туда приехали. Приехали при его создании. Вот. Конечно, нет. Вот сейчас, давайте я все-таки поясню. Вот тут Андрей, два Андрея задают вопросы. По поводу слова оператора перегрузки операций мы говорить сейчас не будем, про C++. А вот вопрос, являются ли шаблоны в C++ динамической типизацией и авто. Отвечу. Значит, шаблоны не являются ни с какой стороны. Шаблоны это вид так называемого обобщенного программирования. И обобщенное программирование это вообще продукт и идеология, скажем так. Это методология, которая возникла из статической типизации, по причине статической типизации. То есть мы вынуждены, поскольку наши объекты все статически типизированы, вынуждены изобретать специальный механизм, отдельный от основного синтаксиса, механизм шаблонов, и механизм разрешения этих самых статических типов внутри них, который позволит нам описать обобщенный алгоритм, применимый сразу к нескольким типам. В этом смысл шаблонов. Что касается авто, то вообще говорят, это тоже не является динамической типизацией, потому что авто это ключевое слово и допустимое там и только там, где выяснение конкретного статически заданного типа возможно. То есть авто в C++ это такой просто замена жуткой цепочки конкретного явно заданного типа. Ну и от тайпдефов, как известно, в C++ тайпдефы использовать лучше не надо, а то будет больно. То есть вы должны написать жуткую цепочку типа, спецификатора типа или написать авто. Но как только возникает какое-то разночтение в этом авто, так сразу вам компилятор выдает ошибку. Он говорит, тут ambiguus типизация, извините, в нашем C++ типизация статическая. Ничего не знаю про виртуальные методы. Это все какая-то странная легоси о том, как вообще должны быть устроены языки программирования, которые в питоне счастливо игнорируются. Нет, я знаю про виртуальные методы, рассказывать про них не буду. Так вот, объектная модель питона. Давайте про C++ разговаривать не будем сейчас, ладно? А то я могу, но не хочу. Вот, значит, объектная модель питона. Вот мы создали класс. В этом классе есть какие-то спецполя, спецметоды, но мы, в общем, наверное, не будем про них ничего особенного говорить. Вот. Сразу скажу, кстати, одну печальную весть. Я так и не научился использовать вместо слова поле слово атрибут. Вот. Поэтому слово поле в моем, так сказать, словаре может означать две разные вещи. Поле как элемент пространства имен какого-то объекта, неважно какое, вот. И поле как non-collable, невызываемый элемент пространства имен объекта, а вызываемый элемент пространства имен объекта называется метод. Вот. Вот такая вот двойственность. Я надеюсь, мы от нее не будем страдать и все будут понимать, когда имеется в виду что. Когда я говорю просто поля, имеется в виду просто пространство имен объекта, когда я говорю поле versus метод, имеется в виду, соответственно, разделение на вызываемый и невызываемый. Ну, неважно. Вот он, вот он c. Я думаю, что лучшее слово атрибута, оно вот в питоне на самом деле официальный термин это атрибут. Возможно, когда-то переучусь, буду говорить атрибуты вместо слова просто поле. Кстати, слово свойство property есть в питоне отдельное, поэтому нет, не буду называть это свойство. Есть отдельный тип, называется property. Не сегодня. Пространство имен. Смотрите, что можно сделать с этим классом c? Можно записать c.var равняется 100500. Что при этом произойдет? Дирация. Смотрите, в глобальном пространстве имен нашем, в globals, ничего не прибавилось, а вот в пространстве имен класса прибавилась переменная var, ее оттуда можно взять, ее можно изменить. Ну, точнее, не так. Можно создать новый объект и перекинуть это именно на другой объект. Мы же знаем, что нельзя изменить константное число. Вот. Такая вот фигня. Значит, слушайте, Алексей, забейте. Это не столь важно, да? Мы сейчас говорим про поля и их свойства. Если у поля есть свойство, колобал называется метод. Если нет, он не называется все. Я не хочу четко давать определение, потому что мы тут только запутаемся. Вот. Значит, обратите внимание, что класс себя ведет просто как обычный контейнер пространства имен. Мы туда можем положить переменную, мы туда можем положить функцию какую-нибудь. Ну, смотрите. fun от a. Там, не знаю, ретю. А, даже не так. c.fun. Давайте лямбду сделаем. fun равняется лямбда a, a умножить на 2, плюс 1. Пожалуйста. Вот. То есть туда можно положить функцию. Вызвать ее. Главная фишка класса в данном случае состоит в том, что он не замусорит пространство имен глобалс. Кстати сказать, так довольно часто делают блок глобальных переменных, просто запихивают в класс под названием глобалс, ну, скажем, большими буквами. Или блок констант просто записывают в класс под названием констант с большими буквами. Чтобы все это не валялось прямо в глобалс и не приводило в случайном порядке, там, к непредвиденным пересечениям namespace clash. Конечно, да, вот если у вас сто пятьсот каких-то каких-то имен в вашем классе есть, то если бы они все присутствовали в глобальном пространстве имен, то нет-нет, да какой-нибудь программист бы перегрузил какой-нибудь имен всегда. Такое всегда возможно. Класс это пространство имен. Уже в таком виде его достаточно удобно использовать для того, чтобы организовывать эту самую иерархию и не париться. Более того, вы можете тем самым сделать несколько разных классов, в каждом из которых хранить свой собственный набор имен, и все будет хорошо. Обратите внимание на то, что он абсолютно динамический, то есть мы просто берем и просто создаем соответствующие. Здесь я мог определить, например, функцию поставить. Неважно, что угодно. Вот, просто пространство имен, не более того. Контейнер такой, удобный. Мы можем заставить класс. Давайте попробуем для начала, посмотрим на дирк класса. И увидим, что там есть метод под названием... Что-то я его тут не вижу. Этого метода. Обещал, что он есть, а его нету. Ну ладно, бог с ним. Даже если его нету, если мы скажем callable.atc, нам скажет да, эту штуку можно вызвать. То есть можно написать вот так. Вот, что при этом получится? При этом получится экземпляр нашего класса. Сконструированный из нашего класса. Давайте посмотрим, что у нас в этом экземпляре класса содержится. В этом экземпляре класса содержится достаточно большое количество всяких спецметодов. И, внимание, имя fun, имя var. Причем, то же самое. Зато мы можем понаделать из нашего класса сколько угодно таких экземпляров. И внезапно окажется, что... Потому что... Дмитрий, потому что это никого не волнует. Правда, само измениться оно не может. Если программист сам взял и что-то изменил, написал такую программу, то он сам себе злобный буратино. То есть, ну, смотрите, если вы прицелились и выстрелили себе в ногу, наверное, вы этого хотели. Я так чувствую, тут знатоки питомцы собрались, а я рассказываю какие-то азы. Обратите внимание на то, что в данный момент мы работаем с полем класса. То есть, вот с тем самым полем, которому мы в C приделали, прибили гвоздиками. А в двух других, в экземплярах класса это поле просто видно. Однако, мы можем поступить по-другому. Мы можем взять и написать вот так. Что при этом произойдет? При этом произойдет примерно такая же ситуация, которая происходит, когда мы объявляем локальную переменную внутри функции. Локальное имя. Мы, значит, когда мы смотрим на экземпляр класса, мы сквозь него видим все поля того класса, из которого он сделал. Но, когда мы пишем вот такую штуку, мы перебиваем поле класса полем объекта, и теперь у нас в самом объекте C тоже есть поле var, его собственное внутреннее, которое равно 100500. А в других объектах и в самом классе используется, сквозь них видно поле класса. Давайте ради интереса посмотрим ID. ID dvar, ID C большой var. Это один и тот же объект поле класса. C маленькое. Это поле объекта, оно другое, мы его только что перебили. Таким образом, все, на этом логика работы с полями классов и объектов практически закончена на самом деле. Все, больше ничего про питон знать не надо, кроме одного, про что я сейчас расскажу. То есть, смотрите, класс это контейнер объектов. Все. Просто такое пространство имен. Для того, чтобы описанное сложное пространство имен, содержащие в себе функции, поля, все остальное, можно было тиражировать, изготавливать из него экземпляры, класс оформляется как он, он является конструктором, и конструктором не в C++ смысле, а изготовителем объектов, скажем так. И изготовленный с его помощью объект, экземпляр этого самого класса, видит весь namespace класс. Сам по себе объект тоже является хранилищем, контейнером для других объектов и пространства имен. Поэтому, когда в этом хранилище локальном мы перебиваем какое-нибудь имя, то с этих пор в нашем объекте C существует свой собственный, свой собственный поле var, равное 100 500, а все остальные поля в других экземплярах остаются те же самые. С одной стороны, это очень логично и удобно. Ну, какие хочешь поля перебивай, какие не хочешь не перебивай. С другой стороны, понятное дело, что можно запутаться. Вот. Особенно потому, что, например, dir нам не рассказывает вот этот var, он принадлежит C, то бишь экземпляру, или мы сквозь C видим поле класса. Да? Вот. Поэтому обычно, когда вы описываете класс, да, ну и конечно же, никто не описывает пустой класс, как я вот здесь вот описал, где он тут. Вот так вот. А потом досовывает туда поля. Хотя это можно сделать, вы это видели. Вот. Поэтому, когда вы описываете класс, вы определяете некоторые его поля, которые вы обещаете, значит, которые вы обещаете не трогать, и это будут поля класса. А поля объекта надо заводить в другом месте, в каком я сейчас покажу. Отвечаю Андрею. Не совсем. Ну, начнем с того, что понятие переменной в Питоне не существует как таковое, да, есть просто имена. Вот. И это похоже на копию and write в том смысле, что когда вы не завели ничего внутри пространства имен объекта, вы видите пространство имен класса, а когда вы там заводите что-то, вы это что-то видите в пространстве имен объекта. Да? То есть там никакого копирования не происходит. Я вот к чему. Почему это не копия and write? Вы просто заводите очередное имя в пространство имен C. Если это имя загораживает собой то такое же имя из класса, значит, загораживает в этого хотели. Ну вот. Возвращаясь к нашему разговору. Итак, когда вы описываете класс, в котором вы описываете, ну, не знаю, там, поле field f равно 100, кстати сказать, понятное дело, что экземпляры того предыдущего старого класса C никуда не делись. Вот. Понятное дело, что, да, более того, type от C он уже неравен нашему C. Да? False. Ну, это просто другой класс. Хотя, видите, называются они одинаковые, это тоже может сбить с толку. Вот. Но в данном случае нет. Так вот, значит, мы определили новый класс C, да? Вот. В нем есть поле f. Лббб f. Вот оно. Давайте изготовим из него экземпляр. Вот. В общем, все как обычно. Бест практик состоит в том, что вы не трогаете это поле f, ну, потому что оно определено в классе для того, чтобы быть константой, наверное. Или же оно определено в классе исключительно с целью документации. А на самом деле вы хотите это поле чем-то расписать при создании объекта. Значит, давайте мы еще раз сделаем dev fun от звездочка args args Да-да-да, потому что это не присваивание, да, Андрей? Это связывание. Значит, ну, давайте print len от args запятая args Чего я не сделал? Вот. Ну, вот определили такую функцию fun, которая делает вот такое. Засунем ее в класс. c.info равняется fun. Теперь у нас в классе c есть специальная функция под названием info. Если мы его вызовем c.info раз, два, три то получим вот такую вот фигню. Да, оно общее для всех объектов, но не в том смысле, что оно static field, да, а в том смысле, что так устроено пространство имен. Они накладываются друг на друга. Хорошая аналогия это локальные и глобальные переменные. Да? У нас есть локальные имена, которые внутри нашего контекста вызова. И сзади под ним есть еще глобальные имена, которые, если вдруг у нас локальные загораживают глобальные, глобальные не видно. Вот. Значит, как видите, ничего страшного не происходит. Да, мы положили в пространство имен c одну функцию, одну переменную, и все, 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 все в шоколаде. Однако, если мы изготовим из нашего c экземпляр, в котором тоже будет одна функция, одна глобальная переменная, то внезапно выяснится, что при изготовлении экземпляра функция изнутри экземпляра, изнутри нашего объекта, видится не так, как она видится изнутри класса. То есть, вот обычные поля, обычные атрибуты non-callable изнутри экземпляра класса выявляются одинаково, ну, вот cf, да, type, вот c.f. А вот давайте сначала большое. А вот поля callable функции изнутри класса это обычные функции, а вот изнутри экземпляра это метод. Что имеет в виду питон, когда говорит, что c.info это не функция, а метод. Это очень просто проверить. Давайте просто ее вызовем. Раз, два, три. Посмотрим, что получится. Смотрите, мы эту инфу вызвали с тремя параметрами. А оно нам говорит, что его вызвали с четырьмя параметрами. Причем три из них мы узнаем, а вот тот, который стоит на нулевом месте, мы, в общем-то, не узнаем. Хотя, конечно, мы его узнаем. Вот он. Собственно, это вторая вещь, которую следует знать про классы питона и экземпляры класса. И последнее. Больше ничего, никаких больше мудрости. Которая состоит в том, что если вы конструируете экземпляр класса, то в нем все методы класса, все функции, которые лежат в классе, превращаются в методы. Метод отличается от функции ровно одним. Когда мы его вызываем, ему в качестве первого параметра достается тот объект, чей метод, чьим методом он является. Все. Абсолютно явно. То есть, сделали класс, положили туда функцию, вызвали эту функцию из класса, все работает само по себе. Вызвали эту функцию из... Вот. Вызвали эту функцию из класса, она работает как функция. Вызвали эту функцию из экземпляра класса, из объекта, она работает как метод. То есть, ей передается в качестве первого параметра сам этот объект. Для удобства. Явно. Ну вот. Да, но нет. Сейчас увидите. Если ваша задача использовать функцию как функцию, нет. Если ваша задача использовать функцию как метод, разумеется, да. Выглядит это примерно так. Да, значит, ну тут у нас будет какое-нибудь поле. А вот здесь вот будет выглядеть метод, ну, да, инфо, да. Первым параметром у вас должна быть какое-то имя, в которое приедет сам объект в экземпляр нашего класса. Вот. А дальше какие-то еще параметры, ну, вот так. Ну, как-то так. Вот. Давайте мы что-ли... Вот я в прошлый раз возюкался и рисовал эти самые... Давайте вот так вот сделаем. Ну, конечно, минус и забыл сказать. Вот. Значит, что мы имеем? Мы имеем... У нас есть класс С, у которого есть метод поле филды, метод инфо. Вот. Если мы попытаемся вызвать С точка инфо, он вам скажет, что параметров не хватает, вы первый не передали. А вот если мы скажем вот так вот, что, собственно, и предполагается, да, мы не... Вообще говоря, вызывать экземпляры методы класса, если вы не используете класс как хранилище и просто пространство имен, не надо. Вы, наверное, хотите методы объекта вызывать, да. Вот С точка инфо. Ну, вот, собственно, оно, да. При этом вот это best practice является присваивание первому имени... Не так. Короче, принято называть вот это первое имя словом self, но совершенно не обязательно. Там может быть что угодно. Self это просто для того, чтобы читать удобнее было. Обратите внимание на то, что теперь мы можем сделать... self.val и написать что-то типа self.field, не field, не field. Равняется вам. Ну, и дев, соответственно, get field. Все. Мы написали почти все, но такая конструкция получится несколько неудобной. Мы сейчас увидим почему. С равняется С. Dira С. C. C.setField. 100500. Обратите внимание, что появилось поле newField. Его только что не было. И теперь работает C.getField. Вот. Обратите также внимание на то, что это локальное поле. Ни в каком классе C оно, разумеется, не встречается. Ну, в общем, все... C большое, да. Все как. Нет, self не зарезервировано. Вы можете описать как угодно. Смотрите, давайте я прям пример приведу. Ну, в общем, вы меня поняли. Смотрите, что это локальное поле. Вот. Значит, однако у этой штуки есть некоторый недостаток. Недостаток стоит в следующем. А, нет, ну хорошо. C равняется C. О! Обратите внимание на то, что что-то у нас не так в программе. У нас функция getField взяла и не заработала. Ну, метод. Почему он не заработал? Да потому что к этому моменту у нас, вообще говоря, в нашем C нету поля newField. Упс. Пока мы не скажем setField, у нас нету поля newField. Плохая идея. То есть, хорошей идеей было бы заполнение экземпляра класса всеми теми полями, которыми мы потом собираемся пользоваться. Динамическое его заполнение прямо в программе, вот как мы сейчас это делаем, это такое, ну, неопределенная такая штука. Вот. Поэтому мы должны предусмотреть специальный метод, который называется init. У него, естественно, есть один параметр sel. И вот в этом методе init мы должны написать что-то типа sel.newField равняется, ну, скажем, нулю. Что при этом произойдет? Метод init. Это не конструктор. Это важно. Это специальный метод, который вызывается после того, как сработал конструктор и изготовил ваш экземпляр класса, но перед тем, как вам вернуть этот экземпляр класс. Сначала вызовется метод init. Вот. В этом методе init вы выполните всю ту логику, которую вы собирались выполнять в момент конструирования вашего элемента. В частности, заполните все нужные поля нужными значениями. Вот теперь это должно работать. О! Мы плавно переходим к теме спецметода, но, в общем, как бы, да, тема, еще раз, тема пространства, имен, классов и объектов, вообще говоря, на этом месте в питоне закрывается. Там есть некоторые интересные фишки, но про них мы сегодня говорить не будем, и они как бы не отменяют того, что уже сказано. Значит, класс пространства имен, объект пространства имен, экземпляр класса. Имена класса видны через объект с двумя исключениями. Если вы загородили имя из класса, именем из объекта, вы видите имя из объекта. И если вы ходите через объект к функции, которая лежит в классе, вместо функции вы получаете метод. В этом методе вы обязаны предусмотреть первый параметр этой функции, этого callable, в который при таком вызове приедет ссылка на это. Недостаток, в котором часто упрекают питон, это обилие вот этих селфов везде. Но мы с вами знаем, что в большинстве языков программирования с таким же примерно способом организованной капсуляции, когда вы описываете содержимое класса, вот здесь вы не пишете вот этого селфа. Считается, что по умолчанию вы ходите к полю нашего объекта. Поскольку интерпретация того, какое здесь поле чего, где что, особенно в случае интерпретируемого языка программирования, штука в общем сложная и ошибиться всегда легко. В питоне сделано так, что никакого изменения синтаксиса внутри определения метода не происходит. Если вы не написали селф.newfield, а написали что-то типа globefield равняется нулю, только он не globe, а local, да? Вот. То на самом деле, если вы будете использовать вот такой init, следов вот этого local field вы не найдете нигде. Смотрите. нигде. Это было просто локальное имя из контекста вызова вот этой функции init, которая посуществовала ровно одну строчку, а в момент выхода из init просто удалилась. Бессмысленная операция. Такие дела. Значит, обязательно писать вот этот селф. Да, init это, скажем так, постконструктор, да? Обработчик того, что происходит после конструкции. Томас, я в самом начале говорил, что я не очень хочу рассказывать про C++. Тем более аналогия код side-by-side. Для этого надо сначала рассказать про C++. А я не хочу. Значит, собственно, все. Это что касаемо понятия метод в питоне. Когда вы вызываете его через объект, функция превращается в метод, ей автоматически приезжает первый параметр. Все. Здесь возможны всякие хитрости. Ну, например. Например, хитрость вот такая, что мы можем... сделать такой общий для всех объектов список и в этот список писать. Ох, Дмитрий, сложно сформулировали. Не очень понятно, что вы говорите. Давайте я лучше продолжу. Значит, собственно, все. На этом все тайны питомской объектной модели, если мы пока не говорим про наследование, заканчиваются за одним исключением. Исключение это, это, собственно, спецметоды, коих бывает много. Как видите, их изначально довольно много. Что они там значат, и мы сейчас разбираться не будем. Вот. Вопрос в том... Давайте мы тут поудаляем лишнее. Значит, давайте мы поудаляем лишнее. Для начала определим init, в котором будет параметр, параметрический init. Ну, скажем, val. И здесь напишем selfVal равняется val. Вот такой простейший классик. Чего? А-а-а. Вот. Обратите внимание, да, что мы передали нашему initу, поскольку это, извините, метод. На самом деле ему приехал один параметр. Это наш свежесозданный объект. Вот. Но нужно, чтобы их было два, потому что тут еще val. Ну, значит, значит, 100500. Отличная идея. То есть, тем самым мы определили класс, у которого в самом классе... The deer. В самом классе вообще нет ни одного поля. Вот. А в объектах после init этот поле создается. По-хорошему мы, конечно, можем сделать вот так вот. Да? Вот. Но нужно это исключительно с целью документирования, чтобы содержимое namespace класса совпадало с содержимым namespace объекта. Да? Вот это поле класса val не используется никогда. Ну, и, в общем, можно этого не делать. Да? Это исключительно, как это... Для повышения читаемости. Причем не факт, не факт, что оно повысится на самом деле. Потому что люди будут думать, зачем вам это поле класса. Вы его все равно всегда занавешиваете полем объекта. Так вот, мы разговариваем про спецметоды. Давайте определим спецметод, ну, скажем, стр. Нет. Репа. Репа. Во. Что получится? А, я тормоз, тормоз, тормоз. Ну, вы уже поняли, что я имел в виду вас. Что? Спасибо. Она сказала, что это синтаксическая ошибка и была права. О, значит, смотрите, как уже было сказано, очень много чего в питоне. На самом деле, практически все в питоне. Томас, хорошая идея поговорить про си, как в нем реализуется объектно-ориентированное программирование. Но мы с вами разговариваем про питон. Вот. Про си это целый курс я могу прочесть, если подготовлюсь, потому что я сейчас не готов. Ну, правда, давайте не отвлекаться. Вот. Да. Так вот, значит, смотрите. Оказывается, функция репа отвечает за то. А помните, как у нас с говорила про себя? Вот так вот. А теперь она вот так вот про себя говорит. На самом деле, не очень красиво. Потому что мы теперь потеряли информацию относительно того, значит, какой, например, идентификатор объекта, какой класс и так дальше. Давайте мы лучше вместо репа напишем здесь стыр. Я сказал стыр. Вот. Это что ж такое-то? Вот. Тогда у нас получится следующая ситуация. Репа останется прежним. Пускай репа будет такой, как питон, хочет. А вот такая вот штука, например. Упс. Вот. Это один из немногих случаев преобразования типов в питоне, ну, скажем так, явного, который состоит в том, что когда вы вызываете принт, то, что вы принтите, преобразуется в стыр. Если у вашего объекта нету метода бла-бла, стыр, бла-бла, то есть два подчеркивания, стыр, два подчеркивания, то за вас это делает питон, и он вам выдаст свое внутреннее представление, вот этот самый репа. А если есть, вот, пожалуйста. Вот. Тут мы, собственно, вступаем в область, которая называется протоколы, то есть некоторые договоренности о том, как происходит синтаксическое украшение языка питонов, которое на самом деле состоит исключительно из методов и объектов, больше ни с чего. И вот, в частности, функция стр преобразует ваш объект в строковый. Вот. Таким образом, что если в нем есть метод стр, вызывается он, а если в нем нет метода стр, вызывается некое представление питона о том, как такого рода объект преобразуется в строковый. В частности, у нашего класса С, у его мета-класса нет метода стр нормального, поэтому он вызывается вот так. А у нашего объекта С маленькая, в классе С есть метод стр, вот он вызывается. Это, кстати, важное замечание, что мы не можем перебить спецметод, то есть метод, который начинается на два подчеркивания, внутри объекта. Даже если мы напишем вот так вот, все равно мы получим вот это. И только если мы явно к нему обратимся, мы получим фигню. Значит, то есть поиск спецметодов в пространстве питона начинается прямо с класса, чтобы вот такого барахла не было. Но так никто никогда и не делает, забудьте про это, не делайте так никогда, и все будет хорошо. Вот, значит, метод стр и метод репр. Какие еще есть интересные фишки в качестве перегрузки операций? Да дофига таких фишек. Ну, например, например, есть функция getActor, которую можно сказать, возьми, пожалуйста, у ци атрибут, который называется вал. Ну, или setActor. Как вы понимаете, как вы понимаете, это тоже некий протокол. То есть на самом деле должен быть метод, сейчас посмотрим. Вот он. Вот он. Это метод getActor.setAter. Точнее, getAtrebute. GetAtrebute более универсальный. Сейчас скажу, в чем разница. Да? То есть на самом деле, setAter это некий протокол того, какой именно метод будет вызван у нашего в нашего объекта. Вот. И там есть некоторое пространство для кастомизации. Пространство для кастомизации выглядит следующим образом. Если вы, например, определите метод setAter, getAter, где? getAter, только бла-бла, getAter. Да? Вот. То вы получите, вы получите объект, у которого есть поля любые. Что это значит? Это значит, что если мы создаем такой объект, говорим c.val, то первым делом происходит поиск в пространстве имен объекта, мы видим поле val и выдаем его значение. Но если мы говорим что-то другое, например, точечка var, вот, то поскольку в пространстве имен данного объекта не существует больше полей, мы упираемся в метод getAter и метод getAter отлично нам возвращает нужное значение. Точно так же устроен метод setAter, да? Который сначала, то есть, мы сначала поищем в пространстве имен нашего объекта, а потом, значит, если не найдем, вызовем соответствующий метод. getAter, setAter, еще есть delAter, удалить соответствующее поле. Допустим, мы берем, пишем там, вот так и дел, c.var, вал, ой, хе-хе, 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 Господи, сам себя обманул. Смотрите, у нас теперь гитатор работает. Сейчас, я уберу это. Да, усложнил все. Все проще. Мы можем взять его и удалить. Упс, все, больше не работает. Его там нету. Мы его удалили. Зачем мы это сделали? Вопрос сложный. Шаловливые ручонки, видимо. Вот. Когда мы сделали гитатор по умолчанию, он нам 42 выдавал, видите? В том числе, обратите внимание и здесь. Я написал self.val. Он пошел к пространству имен объектов. Val к этому моменту мы уже удалили. Тогда он говорит, ну хорошо, воспользуемся гитатором. Пожалуйста. Метод get-attribute отличается от метод get-attribute тем, что он всегда ходит именно get-attribute. Он никогда не будет ходить в пространстве имен объектов, а всегда будет вычислять это значение. Вот. То есть, никогда не будет такого, что у нас может быть поле F, и тогда сработает это поле F. А не будет поле F, сработает гитатор. Да? Get-attribute перебивает все. Значит, да. Ну, собственно, вот. Дальше можно в этом разбираться, читать документацию. Довольно интересная штука. Я, поскольку рассказываю обо всем сразу, у нас осталось 20 минут на интересную штуку на перегрузку операций. Одну вещь надо сказать про спецметоды. Значит, мы теперь знаем, что спецметоды нельзя перебить внутри объекта. Они всегда учатся только в классе. Это просто для удобства. И еще, их нельзя подменить спецметоды с помощью гитатора или гита-трибюта. Вообще нельзя. То есть, вы не можете написать такой гита-трибют, которому можно было передать какой-нибудь метод типа репр, и он бы этот репр сам изготовил. Это сделано исключительно для того, чтобы упростить работу с объектами и избежать дурной бесконечности, когда у вас гитатор сам себя вызывает. Это приводит к тому, что все спецметоды во всех классах должны быть явно объявлены. Вы не можете сделать такой волшебный гита-трибют, который бы изготавливал для вас спецметоды. Ну, такое ограничение в языке, хорошее оно или плохое, вопрос сложный. Ну, сложный вопрос. В конце концов, вместо спецметодов делайте обычные методы, и все вам дастся. Вот. Но, почему этот вопрос сложный? Потому что спецметоды – это очень хорошая штука. Про стеррепры мы уже говорили. Про init я забыл сказать, что помимо метода init есть еще метод дел. Метод дел – это нифига не деструктор. И это такой обработчик деструкции, как было правильно сказано тут вот в чатике. Вот. Проблема состоит в том, что этот дел, который обработчик деструкции, вызывается не тогда, когда вы удаляете последний референс на объект. А давайте, кстати, попробуем. Это интересно. Значит, вот у нас есть, допустим, давайте определим метод дел. Да? Ну, конечно. Смотрите, в какой момент произошел вот этот вывод? В момент, когда я вышел из питона. Да что ж такое-то? В момент, когда я удалил последний референс на объект, на созданный объект. Да? Вот если мы сделаем вот так вот. Вот. Но не стоит ждать, что ровно в тот момент, когда вы удаляете объект, он реально удаляется из кэша. Он может в кэше еще пожить какое-то время. Мы с вами встречались с этой ситуацией. Вот. Причем определение, когда произойдет грабеж коллекция, произойдет грабеж коллекция, оно такое довольно мутное. Поэтому считайте, что вот эта операция удаления, да, скажем так, метод дел вызывается не в тот момент, когда ваш объект теряет последний рефкаунт. А в какой-то момент после этого. В связи с этим, например, там довольно сложно обрабатывать исключения. Ну, в общем, аккуратнее с методом дел. Вообще спецметоды есть для всего. Я уже говорил, что питон на самом деле содержит только объекты и методы, ну и операторы управления вычислениями. А все остальное это, в общем, синтаксический сахар и намазанные поверх этого сахара протоколы. Например, числовой протокол или там протокол итерации. Вот это все. Ну и в общем, в общем, в общем, в общем. Давайте какой-нибудь пример прям. Ну, например, если мы определим метод len, внезапно будет работать функция len. Давайте мы вот что сделаем. Давайте мы сюда еще вставим c равняется c от 100-500. Ну, не 0-500, а 100-500. Мы же хотели 100-500. Вот. Лен от c. Потому что... Я вам больше того скажу. Помните, что объект является последовательностью, если у него есть итератор, или если у него есть два метода len и getEitem. Давайте с getEitem мы разберемся. Это довольно интересная штука. Так, для начала давайте его просто выведем. Фринт. Это правда интересная штука. Значит, смотрите. А может быть, я, кстати, ее показывал на одной из лекций, но давайте ее... Теперь мы знаем, о чем идет речь. GetEitem. Это штука, которая позволяет определить вот такое. Помните, да? Ну, даже не знаю, что еще вам сказать. Ну, на самом деле, это такой объект. Просто такой объект. Называется эллипсис. Короче говоря, как только мы определяем метод getEitem, так сразу у нас объект начинает уметь обрабатывать квадратные скобочки. Причем любые, обратите внимание. Любые квадратные скобочки. В любых сочетаниях. Даже в тех сочетаниях, которые мы вообще не встречали в реал-лайфе. Например, вот в таких. Нам просто приехал тюпль. Что мы дальше будем делать с тюплем вот здесь вот? И это как бы зависит только от нашей фантазии, больше ни от чего. Вот. У меня есть сильное подозрение, что теперь, при наличии метода Лен и метода getEitem, наш объект класса С является последовательностью формально. Ну-ка. Только бесконечный. Он Stop Iteration не выдает. Такие дела. Из него можно изготовить, из него можно изготовить итератор. У него есть длина. Кстати, почему-то он игнорирует длину. А, он ждет Stop Iteration. И у него есть getEitem. Да? А, кстати, может быть нам тогда и длину не нужно? Давайте проверим. Может быть нам достаточно вот так вот? Да. Длина не нужна. Я соврал. Достаточно до getEitem. Более того. Только здесь надо return тогда и dx. Вот я не помню. Нужно ли? Это мы не сегодня, конечно, но вдруг. Чего? что не так сделал а естественно ну короче вы меня поняли для того чтобы объект посчитался и тратором достаточно наличие метода гитая тем даже лен не нужен он просто будет бесконечный итератор если он никогда не выдает stop iteration а если выдает stop iteration вот пожалуйста вот вам вычислимая последовательность собранная из маха и веточек собственными руками такие дела гитая тем разумеется вы можете сделать что угодно вы можете там допустим допустим если вы напишите считайте вот так вот святайте мы селф и dx волк можете написать что-то типа сел . волк равняется волк и в результате вы получите вот такую фигню c сто пятьсот равняется трем принц c ну короче у меня поняли при этом обратите внимание что там да но он же но он что индекс вежливо игнорится потому что он реально игнорится ну вот вот в этом коде она горит в общем а вся этого канале вся этого канале значит призвана была показать что никаких в действительности операции прям вот операции в языке нету что это синтактический сахар над соответствующими методами и плюс некая логика под названием протокол которая навершена вокруг нее потому что например мы можем вместо гитая темы определить метод и тер давайте давайте вот так сделаем да уберем этот считайте мы берем вот это здесь и это тоже уберем и это тоже уберем вот получим несколько другую картину но опять таки у нас теперь у нас c не будет индексирована собственно совская потому что нету гитая тема но вот а сам попался на свою удочку сел забыл сказать а понятно надо было и торс него взять хорошо давайте с ним биттер да возвращаемый объект должен поддерживать протокол итерации да раньше не поддерживает протокол итерации он не является итератором из него надо его изготавливать упс ну потому что сто пятьсот да c вал равняется двенадцати вот такая вот волшебная штука так зациклился и что еще интересно можно рассказать про спец опера спец методы ну про слайсы я уже вам рассказывал и так да если вы хотите чтобы у вас ваш ваш метод ваш ваш объект действительно работал как ну с индексами вы должны разбирать слайс обжиг который к вам приехал да то есть вот ща вот это я забыл показать да значит вот у вас есть а нет давайте сначала тут напишем что-нибудь ну ладно неважно да просто чтобы было понятно дев ну предположим мы хотим мы хотим чтобы нам вернулся вернулась пара там если мы чтобы нам вернулась следующий раз вернулся вернулся один индекс если это был один индекс два если их было два и три если ты помните без двоеточие с двоеточим и с двумя двоеточим давайте сначала напишем просто print и dx и посмотрим что что за ерунда такая давайте здесь поставим 40 без разницы вот да ну и соответственно как это сделать про надо проверить тип да их тайп под и dx из пинт а может быть из нот слайс а вот тут интереснее да если у нас слайс но он значит давайте так и сравняется слайс раз два с . старт стоп степ все на буквы стын старт стоп степ прекрасно или и лив и dx точка степ тогда и dx точка стоп и dx и dx точка степ о абсолютно бредово бессмысленная бессмысленная конструкция но по крайней мере вы понимаете как это работает значит c от 0 0 ну вот как то так вместо вот здесь вот мы могли написать да и обратите внимание на из нот из нот это такой нот нот что-то и что-то без скобочек это такая операция просто из двух слов состоит в питоне от сплошь и рядом а вот обратите внимание на то что здесь мы могли использовать не вот такую конструкцию она например вот такую это закомментируем сейчас написать что-то типа и хзатр и dx чё там степ только нот но если нету степа ну там энд и хзатр стоп энд хзатр слайс ну вот вы меня поняли вот нас осталось буквально пара минут на еще одну фишку и на этом я видимо должен закончить да кстати кстати еще раз да вот такая конструкция это на самом деле просто объект типа эллипсис он удобен для того чтобы для того чтобы устраивать вот такие вот конструкции вы у себя в этом самом они не так вот чтобы такие конструкции устраивать у себя в или даже вот так вот да но значит последние обещанные две минуты давайте мы это сохраним еще протокол сложения протокол сложения давайте мы здесь вот это уберем вот это тоже уберем как устроен протокол сложения помните мы об этом говорили когда говорили про операцию сложения что там нужно две операции определить правое сложение просто сложение давайте определим их от селф азер и в хзатр селф . что там у нас вал вот здесь мы должны ну давайте для начала сделаем вот так вот да селф не селф а ци от селф .вал плюс азер .вал тем самым мы определили операцию сложения причем как сложение двух объектов класса c так и операцию на сложение объекта класса c с числом давайте проверим это цел плюс четыре чё а ну да не понял а не селф азер вообще несу конечно вот отлично вот мы понятно однако нас разочарует ты дыж чё не так ну понятно что не так мы не можем сложить четверку с c потому что четверка не знает как ее складывать с объектами класса c а и 4 запятая c да ну а только вот такой сейчас заканчиваем нас приведет к тому что выбрасывается штука подозреваемого комплемента мы должны сами сделать примерно вот так в этом случае произойдет что при попытке вызвать вот эту фигню протокол сложения это часть числа протокола получит естественно но там применится и это будет сигналом того что надо попробовать вычислить вот такую фигню давайте проверим это это как обычно не работает да не работает он за счет над имплементом однако c плюс 4 работает и 4 плюс c теперь работает как работает 4 плюс c сначала вызывается вот это получается но там применит потом мы смотрим в пространство имен c обнаруживаем там функцию r где она вот она метод r от и пробуем вызвать его то есть не цепь не 4 плюс c а не c подчеркни 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 4 а c подчеркни подчеркни правое сложение подчеркни подчеркни дальше 4 и оказывается работает вот давайте для доказательства здесь напишем что-нибудь вот такое но я думаю что вы мне без того верите вот вот теперь вы убедились в том что это так все значит я выжил уже пять минут нашего времени если есть какие то вопросы по-быстрому можно их задать хочу только сказать что точно так же определяется является ли объект пустым или не пустым в нем просто должен быть определен метод был который возвращает соответственно но он много не так который возвращает пустой или не пустой объект любой вот но в принципе вот читайте вот эту главу там все написано на самом деле вот в домашнем задании еще вот на это место вас сошлю просто дата модуль все почитать так поскольку вопросов я не вижу значит видимо хватит с нас на сегодня вот всем спасибо значит там есть такое воззвание если вы считаете что вот этот скетч про классы в питоне осмыслен и интересен и нужен скетч про про наследование классов в питоне попробуйте меня замотивировать я попробую сделать этот второй скетч это не быстро это несколько часов работы вот но тем не менее все значит домашнее задание как обычно сегодня будут формулировки и там в течение двух дней я постараюсь подогнать тесты все тогда до новых встреч до новых встреч все те честно здесь è